Перед началом мастер-класса художник рассказывает участникам об истории Эбру, о том, что это искусство зародилось более двух с половиной тысяч лет назад, и об особенностях художественной техники. В рисовании на воде используются специальные краски на натуральной основе. При помощи жёсткой кисти они наносятся на поверхность воды со специальным загустителем, а потом острой палочкой или шилом создаётся желаемый рисунок. И просто, и сложно одновременно, потому что для того, чтобы прикоснуться первый раз, к искусству, не нужно иметь навыки художника. Но когда вы погружаетесь в глубину этого искусства, вы понимаете, что как в любом изобразительном искусстве, как в любом музыкальном искусстве, наверное, существуют свои тонкости, свои правила, свои приёмы, с помощью которых можно создать шедевр. Созданный рисунок переносится на любой материал – бумагу, ткань или керамику. Но самое главное в Эбру – не столько полученный результат, сколько сам процесс. Это арт-терапия, выплеск эмоций, развитие воображения и получение новых знаний. Соприкосновение с водой, которая, в отличие от бумаги или холста, даёт немножко другое ощущение и миропонимание вокруг. Вода, она очень мощный и сильный антидепрессант. Поэтому я думаю, что для подопечных этого дома-интерната всё это сегодняшний урок, он даст им заряд бодрости, заряд энергии. И, конечно же, все депрессии долой. Мастер-класс организовали молодые предприниматели нашего города. Вместе с подарками для одиноких пожилых людей они привезли положительные эмоции, общение и, самое главное, своё внимание. Организация такого мероприятия не требует больших денег и времени. И каждый может внести свой склад, чтобы сделать что-то хорошее. Если каждый человек будет протягивать руку помощи тому, кому это действительно нужно, все вместе мы сможем сделать этот мир лучше. Любые инициативы в Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов поддерживают с удовольствием. Государство обеспечивает всем необходимым. В начале года здесь завершили вторую очередь ремонта. И гериатрический дом-интернат продолжат реконструировать. Но здесь никогда не забывают и о настроении подопечных. У нас, во-первых, есть постоянно действующий кинозал, у нас есть постоянно действующие группы, кружки, у нас есть регулярная работа, в том числе и моя, постоянное общение. Сейчас вот лето поскольку, то мы постоянно стараемся регулярно вывозить на море народ. Этого всегда очень ждут. Это вот такие вот мастер-классы, как сегодня. Сейчас в доме-интернате 179 человек. Это одинокие пожилые люди, молодые инвалиды и пенсионеры, которые нуждаются в постороннем уходе. Это разные люди с разными судьбами. Но такие мастер-классы и встречи делают их более вдохновенными. Поэтому желающих освоить технику рисования на воде нашлось немало. Их даже пришлось разбить на три группы. Это наше Севастопольское чёрное море нарисовало. И нарисовало Красную площадь с её булыжниками, с её стенами кремлёвскими. Я очень плохо вижу, но у меня человек помогает. Мне что нравится, что, понимаете, сейчас объясню. Ну что, будем понимать? Капелька красочки, она так расходится, настолько красота такая неописуемая. Это нужно только понять как-то, понимаете. Психолог дома-интерната Анна Кудринская рассказывает, что все без исключения их подопечные нуждаются в поддержке. И от лишних рук здесь никогда не отказываются. Ведь волонтёрская помощь порой ценнее материальных подарков. Особенно при выезде на пляж. Если у нас там 9-10 колясочников, то каждому из них нужно помочь спуститься. Каждому из них нужно помочь принести воды. Кому-то нужно помочь хоть немножко искупаться, потому что купаться, допустим, на море хотят все. Если это выезд куда-то в музей, куда-то там на какой-то мемориальный комплекс, там тоже, как правило, возникают какие-то те или иные сложности. Потому что даже при наличии доступной среды всё равно самостоятельно на коляске преодолеть какой-либо подъём, даже небольшой, это уже затруднение. У начинающих художников Эбру получились настоящие шедевры. А главный результат – это улыбки на их лицах и блеск в глазах. Надежда Староверова, Виталий Козловский, Севинформбюро.